АЛЬТЕС Первыми в России творение мастера увидели иркутяне. А вашему вниманию прямо сейчас сюжет Таяны Немаевой. Сострадающий святой Франциск. Ему посвящены работы итальянского фотографа Элли Чиола. Выставка «Лицо и слово» объединяет фотографии фрагментов фресок из францисканского цикла. Фрески были написаны в начале 14 века знаменитыми итальянскими художниками эпохи Возрождения и Проторенессанса. Рассматривая фотографии, попадаешь под их особое обаяние. Они кажутся абсолютно в небытия, мистическими и умиротворяющими, делится посетительница Татьяна Лешкевич. Выставка, она все-таки показательна в плане человека, сделавшего ее фотографа Элли Чиола. То есть характеризует его, простите, как человека, но очень увлеченного вот этим предметом, отдающего колоссальное количество своего времени, ну, что, безусловно, всегда заслуживает уважения и внимания уже само по себе. Ну, поэтому вот с этой точки зрения мне было очень интересно, потому что еще и какой-то вот портрет человека за этим всегда устает. Всего 121 фотографии, снимки сделаны в 50-х годах 20-го столетия. Именно тогда Элли Чиола впервые увидел в церкви Сан-Франческо в итальянском городе Ассис фрески Великого Джота, художника и архитектора Средневековья. Они и послужили поводом для целого цикла фоторабот. Качество фотографий, сделанные Элли Чиола, передают всю красоту и насыщенность красок фрески. На первый взгляд кажется, что автор упрощает композицию оригинала, однако снимки выстроены таким образом, что полностью отображают сюжеты и жизнеописания святых. Элли Чиол предлагает свое толкование образа фресок в Ассизе, выбирая из того или иного сюжета фрагменты лиц, деревья в здании Чиол, соединяет, связывает, распределяет важные для него фрагменты. Это как бы свой собственный взгляд, это авторский диалог с фреском Великого Джота. То есть, допустим, он не отходит ни в коем случае от самой сути, еще раз повторяю, содержания этой фрески, но по-своему ее интерпретируют. В этом как раз и заключалась его задача. Поэтому это столь необычная выставка. Это не просто фотографические фрагменты, это фрагменты, которые в совокупности один с другим создают как бы новое свое видение, видение художника, который по-своему прочитывает вот эти знаменитые фрески. Выставка с большим успехом была показана Виталий и свой тур по России начинает с Иркутского художественного музея имени Сукачева. Посмотреть на работу итальянского мастера можно будет в течение месяца. Туяна Немаева, Константин Тиницын. Новости сейчас. Театр будущего и будущее театра. Эксперты, актеры, театральные критики из разных городов России встретились в Иркутске. В Доме актера открылась творческая лаборатория. Ее участники в течение нескольких дней будут искать ответы на вопросы о путях развития театрального искусства, его жизни в современном мире и ориентирах в будущем. В рамках проекта в городе пройдут встречи и мастер-классы для всех, кому интересно это искусство. О первом дне работы творческого форума сюжет Марии Князевой. Как говорил классик, вся наша жизнь – это театр. И изменения в нашей жизни не могут не коснуться театрального искусства. Ему необходимо влиться в новые условия. Но как это сделать? Решение нашли в творческой лаборатории «Театр будущего». Торжественная церемония открытия. В зале Дома актера собрались все, кому не безразлично театральное искусство. Это представители нескольких поколений – студенты, режиссеры и критики. Для них и создан проект «Творческая лаборатория «Театр будущего». Цель встречи – обмен опытом и оценка мастерства коллег. Мастерство актера, режиссера, критика. Потому что мы действительно научились, или разучились немножко говорить друг другу в глаза, и приятные, может быть, не всегда приятные вещи, но важные вещи. И чтобы не говорить где-то за глаза, вот создали такую лабораторию, чтобы действительно разобрать, понять, куда идет театр. Куда идет театр, будут на протяжении трех дней решать критики из разных городов России. Татьяна Тихоновец приехала из Перми. В Иркутске театральный критик впервые. Поэтому ей особенно интересно узнать, как работают ее коллеги в Сибири. «На лаборатории происходят очень важные вещи. То есть ты видишь действительно процесс театральный. Ты видишь, что происходит с теми театрами, которые показываются. Ты встречаешься с новыми какими-то людьми, со студентами, с театральными людьми. И это всегда очень важно для критика. Критик должен смотреть, оценивать, обсуждать». Это первый спектакль по мотивам пьесы Чехова «Лебединая песня». После каждой постановки участники творческой лаборатории будут проводить анализ спектакля. Таким образом предстоит разобрать моноспектакль «Берегиня» и старшего сына Вампилова. А также в рамках лаборатории «Театр будущего» будут проведены лекции и мастер-классы. «Для профессионалов и людей-студентов, которые непосредственно хотят учиться театральному делу. А все, что и же с ними, это те люди, любители, которые стремятся к этому искусству, но, как говорится, не нашли ниши в профессиональной основе своей, которые занимаются любительством, но горят этим. Потому что театр – это зараза. Такая добрая зараза». Завтра лаборатория продолжит свою работу. В Доме актера откроется выставка театральных художников, а студенты из Улан-Удэ покажут спектакль «Божьи коровки». Мария Князева, Константин Синицын. Новости сей час. На этом пока все о событиях при Ангаре. Переходим к новостям Бурятии. Их готовы представить корреспонденты телекомпании «Тевиком». Им слово. Сейчас время новостей из Бурятии. Журналисты «Тевикома» готовы рассказать о них жителям столицы Забайкалья. В студии Анастасия Лисова. Здравствуйте. Какое будущее ждет рыбную отрасль Бурятии? Этот вопрос обсудили на выездном заседании. Депутаты Народного хурала выехали на рыбозавод и на месте познакомились с действительностью. Как оказалось, проблем достаточно. Основные – нехватка специалистов и современного оборудования. Тему продолжит Батар Ламбаев. Выездное заседание началось с экскурсии. Представители комитета сначала ознакомились с тем, как готовится рыба на производстве. Многие заводы в Бурятии работают не только с нашей рыбой. Как правило, основной контингент составляют представители водоемов Дальнего Востока. Больше недели на рыбном заводе товар не задерживается. И после нескольких стадий обработки уже попадает на столы горожан. Процесс фасовки много времени не занимает от силы. На один хвост уходит около 30 секунд. После уже готовой продукции складываются в специальные ящики. И уже отсюда прямиком на прилавке магазинов. После экскурсии депутаты перешли к обсуждению насущных вопросов. Оказалось, не все гладко в рыбном хозяйстве республики. 18 заводов. Большей части из них требуется обновление оборудования. Но это только верхушка айсберга. Эта отрасль на сегодняшний день находится, я бы сказал, так это, ну, мягко говоря, в загоне. То есть не было расставлено правильно акцентов, не было правильно остальных приоритетов на ту же, например, рыбопереработку. Нету всего на сегодняшний день порядка и понимания воспроизводства рыбы. И тем более нету, как такой отрасли в аквакультуре вообще на сегодняшний день, только на бумаге. Мы сегодня в очередной раз предложили сформировать программу, разработать программу, принять программу по развитию, отдельную, подчеркиваю, программу по развитию рыбохозяйственного комплекса нашей республики. Государственная поддержка должна быть наиболее ощутимой с той целью, чтобы все-таки у нас рыбное хозяйство нашей республики развивалось очень серьезно. Обсудили и вопросы подготовки кадров и увеличения квот на добычу рыбы. Сегодня комитет обобщает вопросы, которые рассмотрят депутаты Народного хурала уже на ближайшей сессии. Только после этого можно будет твердо сказать, каким будет рыбное хозяйство республики. Батар Ламбаев, Алдар Ламбаев, Новости дня. Престиж профессии сварщика поднимали в Уфе. В этом городе состоялся всероссийский конкурс «Лучшие по профессии». Профессионал своего дела с завода ЛВРЗ представлял на конкурсе «Бурятию» среди 80 регионов России. Как прошел конкурс, узнаете из нашего репортажа. Труба 159, стенка 8, зазор 2-3 миллиметра, неповоротный стык на 45 градусов. Для непосвященного набор слов для опытного сварщика – конкретные указания к действию. Добавить к описанию пункты 16 электродов, 30 минут времени и фронт работы обрисовывается еще детальнее. В Улан-Удэ Александр уже стал лучшим в своей профессии на конкурсе «Мастер года». Поэтому была надежда завоевать и звание «Мастер России» – делится сварщик. Я когда туда ехал, еще были какие-то амбиции. Туда приехал, пообщался с коллегами. Они там, конечно, профессионалы варят. И у них специфика такая, они все время эти трубы варят. Наш же земляк – спец по деталям локомотивов. Готовился к состязаниям всего около двух недель. Приглашения на конкурс пришли поздно, когда организаторы состязаний заметили, что в списках участников нет представителей Бурятии. Наша республика стала 79-м регионом, задействованным в проекте. Поэтому 42-е место в конкурсе – тоже успех, считают заводчане. В этом всероссийском конкурсе участвовали не просто сварщики, а очень сильные сварщики, которые отбирались по каким-то своим критериям в своих областях. Это было на основании постановления правительства Российской Федерации с целью поднятия престижа рабочих профессий, организовать вот эти конкурсы. Те, с кем я учился в техникуме, по профессии не работают, заметил Александр. Желание сварщика передать свой опыт и любовь к профессии молодым. А если удастся, еще раз защитить честь Бурятии на российском уровне. Но уже в следующем году. Кира Белькова, Вячеслав Батоев, Новости дня. О новостях Монголии прямо сейчас готовы рассказать журналисты из телекомпании «Аист Монголия» и «Рдэнэням». Вам слово, коллеги. Спасибо, коллеги. Сэмбэцхану вас приветствует телекомпания «Аист Монголия» Зуланбатора. О главных новостях Монголии вам расскажут корреспонденты программы «Недсакт» в студии «Яб Пурвдоши Дэнэням». Новоиспеченные студенты столичных вузов знакомятся с Уланбатором. Познавательную прогулку по достопримечательностям города для них организовала мэрия. По специальному маршруту проехалась и наша съемочная группа. Большинство учащихся институтов и колледжей – приезжие из села. Впервые попав в большой город-миллионник, многие юноши и девушки испытывают чувство растерянности. Выручают студенты постарше. Они становятся гидами на время. Но, как признается молодежь, большинство прогулок по Уланбатору превращается в праздное времяпровождение. Поэтому для вчерашних школьников организованный поход по музеям и знакомство с достопримечательностями города сегодня – настоящий подарок. Я приехала учиться на дизайнера из Самона-Замынут восточно-габийского Аймака. Пока еще не успела полностью познакомиться с культурой столицы. Много уроков. Первая экскурсия прошла успешно. Поэтому организаторы акции «Здравствуй, Уланбатор!» решили сделать ее ежегодной и привлекать еще больше студентов из сельской местности. Избыточный вес для жителей всего мира – это проблема одна из актуальных. По официальным данным, более половины уланбаторцев тоже страдают избыточным весом и находятся в группе риска. Для тех, кто думает о своем здоровье в будущем, столичное управление здравоохранения организовало акцию по худению. О результатах полугодовой работы в материале нашего корреспондента. Трудно поверить, но эта хрупкая девушка 9 месяцев назад весила 116 килограммов. Сладкоежка по натуре, она все время успокаивала себя тем, что ее полнота – это наследственная. Но задумав похудеть, все же смогла взять себя в руки, перестроила рацион и пришла к активному образу жизни. В итоге смогла скинуть 51 килограмм. У нас считают, что полнота передается по наследству. Но я теперь с этим категорически не согласна. По наследству лишь передается хороший аппетит, который приводит к ожирению. Но если правильно питаться и активно двигаться, то можно не толстеть и избежать наследства. Многие спрашивают, пользовалась ли я какими-то препаратами, пила ли БАДы. Сразу отвечу – нет. Только правильное питание и движение. Вот залог успеха и здоровья. Сегодня более третий жителей страны имеют лишний вес. И почти половина улан-баторцев страдает от ожирения. Встать на защиту интересов своих горожан решило Управление здравоохранения и объявило бой лишним килограммом. За шесть месяцев, что длилась акция, участниками борьбы с лишним весом стали 26 тысяч человек. Совместный результат – минус три тонны ненужного веса. Акция стартовала 20 апреля этого года. И вот в течение полугода мы вместе с нашими подведомственными органами, медучреждениями боролись с лишним весом наших жителей. Что примечательно, в акции участвовали целыми коллективами и организациями. Сегодня самые активные и результативные получили награды. Спасибо за внимание. На этом наш выпуск завершен. Смотрите новости середины земли. Будьте в курсе важных событий. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова